Девушки отдыхают В честь праведного Евдокима Каппадокиянина, жившего в IX веке в Малой Азии. С детских лет этот святой отличался праведностью и послушанием, дал обет безбрачия. А назначенный правителем Харсианской области, Евдоким свои обязанности исполнял так, как подобает слуге Божьему, управлял людьми справедливо и скротостью. Заботился о сиротах и вдовах, защищал всех обиженных. Своей беспорочной жизнью Евдоким угодил Богу, и тот призвал его к себе в 33-летнем возрасте. От гроба его сразу же стали совершаться многочисленные чудеса. На Руси у этого дня было особое значение. Православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Впрочем, сам пост не считался голодным, ибо было лето, и люди ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. А какая же погода ждет нас завтра, 13 августа? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Монастырек Виноградовского района Архангельской области ожидается всего до плюс 13. Будет пасмурно и пройдут сильные дожди. В деревне Мастечная Камарического района Брянской области жарко, плюс 28. Дожди наконец-то прекратятся, и на несколько дней установится солнечная погода. В селе Малепка Кишерцкого района Пермского края будет довольно прохладно. Столбик термометра не поднимется выше плюс 13. Однако день будет сухим, и из-за облаков выглянет солнце. В селе Монастырка Шигарского района Томской области плюс 29. Но это последний день жары и сухой солнечной погоды. Дальше синоптики прогнозируют значительное похолодание. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok